У меня появилась резонанс. Отлично. Устаревшие практики. Раньше в Activity было все. Буквально все, все, все. У нас была инициализация UI, бизнес-логика, потоки, все. То есть, в том числе, мы ИО-операции импутал от чтения диска. У нас тоже происходило в главном потоке. Для кого-то, может быть, было нормально считать базу какое-то одно поле. Ну, окей. Просто не стоит забывать, что в UI-топтоке происходит очень-очень много вещей. У нас здесь, в буквальном смысле, 16 миллисекунд для того, чтобы вынести всю информацию, что нам нужно. Это 16 миллисекунд, это тот таймфрейм, в течение которого мы должны все успеть адресовать. Потому что приложение должно работать 60 квадрат в секунду, все должно быть четко, смутно. Если нужно что-то, что занимает больше всего этот период времени, приложение начинает тормозить. Это уже заметно получилось. Опять-таки, то, что не было нормальных инструментов, это мы уже поговорили. И это было невозможной этой сферой. Потому что, когда бы все делать в одном месте, ничего нельзя было разделить. То есть, полный хаос, трэш, неважно. И я вам сейчас покажу, по минимум, что я не знаю, насколько тут будет ясно-понятно видно на этом. Но, тем не менее, у меня никогда не добилось работать ни в таком проекте. Так, понятно, все работает немного не так. Ага, ну, тут, наверное, слабо видно, но поехали. Типичный класс. Тут у нас тысяча срок. Сейчас мы это построим все дело. Это продакшн-проект, у которого несколько миллионов скачек, сколько нервов потрачено. Проекту в буквальном смысле больше десяти лет. Ну, то есть, он там писался с первых версий Android. И тогда такое нужно поддерживать. И Google сказали, что с этим нужно что-то делать. И вот тут сейчас у нас будет тайлайн, который я хотел вам показать. Вот. Наконец-то у нас появилась Android Studio. Нормальная среда разработки. Плюс-минус. У нас появился Art. Это новый рон-тайм, на котором работает Android. У нас появился RecycleView. У нас появился Street Playout, архитектурные компоненты, профайлер. В общем, как можно увидеть, с семнадцатого по восемнадцатого года, Google сделала очень большую работу для того, чтобы нам как-то облегчить разработку. Эмулятор, как я сказал, стал в разы лучше. Можно не пользоваться коммерческими столовыми решениями. Появилась поддержка AMD, и он как бы был и остается бесплатным. Что очень хорошо. Дальше. У нас появился такой инструмент, как Playout Inspector. Это инструмент, который позволяет нам просмотреть всю иерархию экрана. Какие у нас есть девушки, компоненты. Сколько времени нам понадобилось для того, чтобы их отрисовать. Какие у них свойства. В общем, это достаточно полезный инструмент. В том плане, что если вы видите там какую-то излишнюю вложенность, вы можете сделать иерархию view более плоской. Потому что чем более плоская иерархия view, тем более производительнее ваше приложение. Ну и опять-таки, как я уже упомянул, есть возможность посмотреть, что, где, когда и сколько потратило время, и какие у него свойства. Это вам очень сильно облегчает и дебат, и снимает кучу головной боли. Еще один маленький момент. Я презентацию готовил на маффе. Потом ее нужно было переконвертировать. Поэтому тут некоторые моменты выглядят не так, как я планировал. Но, тем не менее. У нас появились профайлеры. Профайлеры тоже сняли очень много головной боли. Потому что с такими проблемами, которые были до этого, с ними было сложно работать. У них было не так много нормальной документации. У нас появились профайлеры нагрузки для центрального процессора, потребления памяти, энергии, то есть батареи и сетевых вызовов. Если кто-то сталкивался, допустим, для того, чтобы нам отследить, какие сетевые вызовы проходят внутри вашего приложения, кто-то там ставил сам прокси. На данный момент есть профайлер, которым вы можете пользоваться, отследить все сетевые запросы. О нем мы сейчас поговорим. То есть он показывает, можно отследить буквально все, что нас интересует. Можно отследить, какие хедеры мы отправляли, на какой end-point, сколько этот запрос занял на отправку и ответ. Можно посмотреть ответ, в каком виде он пришел. Можно посмотреть в сыром виде, можно посмотреть в форматированном виде, если там у нас HTML или JSON какой-то приходит. В общем, достаточно полезная штука, снимает очень много головной боли. Ну, опять-таки, с углами все так красиво, хорошо получается, он иногда скрешится. Ну, допустим, у меня на продакшн-проекте в прошлом, ну, из сериального девайсера скрешился. Ну, апдейты выходят буквально каждые пару месяцев, так что все будет долго. Намного проще стало работать с файловой системой. Прямо в Android Studio встроен файловый менеджер. И, ну, неважно, вы работаете с физическим девайсом или с эмулятором. Простой драйвинг-брок можно затянуть нужный файл на файловую систему. Либо скачать оттуда что-то. Намного-намного проще, чем было раньше. Так, профайл от памяти. Позволяет просматривать выделение памяти в отдельном отрезке времени. Сейчас у нас будет памяти. Отлично. Смотрите. Значит, он показывает по рассеи и индии количество памяти. Сверху у нас находится карта цветов. И... Сейчас. Смотрите. Это то, что выделяется именно нашим приложением. Есть еще сторонние вызовы. Если... Там, где нарисован типа Канбачус, это манешки, в которые происходило сборка мусора. Также можно отследить... Также можно отследить, какие объекты в каком количестве были выделены. Также можно... Ну, это все дело очень подробно. Можно не только отследить, какие объекты в каком количестве, но и также в каком потоке их были созданы. И полный степ трейс всех вызовов, которые привели к выделению объекта. Это профайлер процессора. Он достаточно многолезная штука в компании, что он может вам показать, сколько потоков работает в вашем приложении, где когда они были вызваны, сколько времени было затрачено. на выполнение того или иного метода. Сколько в определенный момент времени тратится именно в вашем приложении, сколько там какие-то фоновые процессы. И также можно было с помощью этого профайлера отследить время выполнения какого-либо метода. И у вас будет представлен хаймчат. Опять-таки можно отследить полный трейс, сколько времени было потрачено на полный степ вызовов к этому методу. Сколько времени было потрачено на его выполнение. И на этом все. Долго задерживаться не будем. На самом деле про эти профайлеры достаточно подробно. У каждого профайлера есть отдельная страница на документации. Подробнее, чем там, мы описание не найдем. В моей практике приходилось применять. И я вам скажу, что именно этот инструмент он иногда действительно выручает. Так, у нас появилась такая штука, как APK MLive. Чем полезен? Дело в том, что на данный момент, чем меньше ваше приложение весит, тем это лучше. Потому что пользователи иногда, если увидят, что им нужно загружать большое APK, там, допустим, 20 мегабайт. И это простенькое такое приложение, которое там просто ходит на сервер и получает данные и их как-то отображает. Ну, там, не знаю, допустим, информация по пункту, там, билету на мероприятие. 20 мегабайт иногда отсюда. Эта штука помогает разобраться, какие ресурсы употребляют больше всего памятник. То есть, возможно, у вас сильно большие панографические ресурсы. Возможно, вы перебросили с какими-то там библиотеками, у вас их там сильно много в проекте и можно было бы что-то сделать иначе. С помощью этого инструмента вы можете залезть буквально в тишки вашего приложения, ну, то, что будет на выплате. То есть, если ваш продаж на APK. И разобраться, посмотреть, что на вас весит лучше всего и уже подумать, какие шаги вы можете применять дальше к этому поводу. Да, из инструментов, одно из самых главных нововведений – это Loyal Editor. Он стал, если можно так сказать, намного более графический. Он теперь может нам показывать еще 2 принта, то, что мы видим справа. Более того, это было предпринято с той целью, что раньше удобнее, достаточно удобнее было разметку экрана делать просто VXML. Ну, она и сейчас делается VXML, но, грубо говоря, писать ее вручную. То есть, данный инструмент, он с помощью Dragon Drop все это дело намного упрощает. Все свойства доступны сразу. То есть, через графический редактор, на самом деле, это делает все намного проще. Хотя, есть некоторые моменты, ради которых все-таки можно залезть в текст и поправить все-то руками. Потому что все-таки мне все там два как-то делать. Так, и кодным таймом. Раньше у нас был Dalton. Он был оптимизирован для мелкого размера приложения. Выделение и сборка были достаточно медленные. И куча объектов нам была фрагментирована. И что рекомендовали выделять как можно меньше объектов, особенно пренебрегать иномами, пользоваться синтами. И, опять-таки, использовать примитивные типы. Почему это было? Потому что первая версия андроида, это был первый Runtime. Телефоны были достаточно пренитивные, с ратомичной памятью. Он был как раз... Свою работу он, грубо говоря, выполнял. Но время шло. И телефон становился лучше. Память становилось больше. То есть, можно было как-то расширять реальные границы. И, впоследствии, уже начали работать над Atom. Первые версии арта были уже в Android 4.4 Fitcat. Но в продавшен он там был опциональным. А в продавшен он уже был в логикопер пятой версии. Он изначально писался для производительности. У нас там была быстрая линия сборка. Была дефрагментация кучи. А почему это важно? Потому что во времена Dalvik, если вы еще разрабатывали этот период, могла быть такая ошибка, которая всех разработчиков вводила в такое недоумение, что Dalvik перестал работать, он не смог разместить объект в 2 мегабайта, при том, что доступно 20 мегабайт. И ты думаешь, что, как, почему, если тебе доступно 20 мегабайт, почему ты не можешь 2 мегабайта. И дело было как раз в продавшенстве. То есть, грубо говоря, Dalvik работал коробками. То есть, вы когда выделяли объекты, эти коробки были определенного размера со временем. И если в конечном итоге вы выделяли, когда уже в саду ступна куча была фрагментирована какой-то объект, который был больше, чем размер любой этой коробки, ну, соответственно, все. Мы валились, собственно. Здесь же этого не было. Здесь у нас присутствует ее дефрагментация кучи. Раньше на первых версиях она работала только в случае, если приложение находилось в бэкграунде, запустилась дефрагментация. На последних версиях это происходит даже, когда в вашем приложении про камни, когда пользователи выписываются. То есть, ну, вообще ничего не заметно. Но работает гораздо быстрее, лучше. Также там была отдельно, есть большая куча для больших объектов. То есть, если мы работаем с дефрагментами, с картинками, то они сразу в отдельную категорию. эту кучу. Какие у нас были рекомендации? Можно было выделять и бэкгеты, и даже иные. Можно было всегда использовать подходящие типы данных. Но опять-таки рекомендация всегда остается, где возможно использовать примитивы. и я понимаю Android Framework Team, потому что они также внутри самого фреймворда. То есть, они этим никогда не употребляют, где можно использовать примитивы и не использовать примитивы. Так, как я уже говорил, мы получили новый язык разработки. Котлер. Он, как говорится, модный, стильно, молодежно. Полностью поддерживается по форме. Легче писать и читать, и легкий переход в себя. На самом деле, мне было достаточно двух каких-то туперов пройтись по нескольким статьям по документации, и я, в принципе, уже сходу мог что-то писать. Даже был маленький продажный проект. Полная совместимость. То есть, мы можем вызывать любые Java объекты с Котлера и обратно. Со стороны инструментов разработки гарантируется полная поддержка. Более того, даже в Android Studio есть такой инструмент, как это, если вы работаете с Ярофайлом, это конвертировать в Котлер. Опять же, тут нужно осторожно, потому что в большинстве, в 90% случаев, работает так, как вы ожидаете. Но иногда нужно руками что-то залезть на файл. Так, и, опять-таки, да, ладно, Кишка, если у вас вы работаете над каким-то legacy Android проектом, либо, неважно, начали писать на Яфе, то вы можете вводить Котлинг-код впусками. Они могут сосуществовать абсолютно мирно, спокойно и дерутся, вызывать из Ява Котлера или из Котлера на Яву. Все, целый лет онлайн. Как выглядит Котлинг-код? Все-таки, наверное, у вас воспользуюсь. Отлично. Это так, очень-очень вкратце. Знак вопроса указывает, что у нас тип нулл. То есть, мы должны всегда проверять на... Следующий параметр является нулл или нет. Если знака вопроса нет, значит, мы говорим, что он должен быть всегда не нулл, и в таком случае уже в рантайме вам бросится эксцепсис. Лямбды почти везде, где можно использовать какой-то функциональный интерфейс, можно это теперь заменять лямбами. То есть, обычный флик-фликс, наверное, теперь превращается в такую красивую симметическую конструкцию. Стрим-комплекты. Теперь можно переменные прямо вот, когда вы клавируете какую-то строку, и у вас есть какая-то переменная, вы обозначаете вот так вот знаком вопроса, и вот она плавно входит. Не нужно ни о чем беспокоиться. И last but not least у нас нет точки запятой. Ну, иногда кто-то на этом... Бывало, что забываешь, тебе потом студия или что-то не подскажет это дело, но когда их нет, то просит. Вместе с этим Google нам дал еще корзин-андроид-экстеншенс. Это расширение для уже существующих классов внутри праймворка. Бинка обрезана. Ну, если кому интересно, в конце презентации будут все ресурсы, которые я пользовался. С помощью корзин-андроид-экстеншен мы можем расширять функционал классов, который уже приступит в праймворке, и делать работу с ними намного-намного-намного проще. Так, Construyte Loyal. Такая же замечательная штука, которая у нас появилась. Если посмотреть про Loyal Editor... По сути, вот, Loyal Editor внедрил вот эти все новые объединения как раз для того, чтобы намного проще работать с Construyte Loyal. В чем его суть? Это инструмент, нужный для размещения вьюг и для того, чтобы сделать иерархию их намного плоской. Потому что, чем меньше у вас вложенность, опять-таки, тем лучше. Так, это был ролик и плаял, который работает. Он производительный. Он и интеграция с инструментами Loyal Editor, которые мы с вами уже посмотрели. С его помощью можно было сверстать достаточно сложный экран, как мы опять-таки видели, с гораздо меньшими усилиями. И он является основой для MotionLoyal. MotionLoyal позволяет анимировать размерку экрана и переход между разными состояниями этого экрана. Он доступен в библиотеке. Вы определяете какую-то улучшенную сцену. И можете установить там контрольные почки. Отделяете аниматку. На самом деле это все делается просто в разметке. Вот сейчас вам... Может быть так точно работает. Это все сделано целиком окном, а с помощью очень удовольствия. Раньше аниматку искать встать руками. Делать через ход было... Возможно, но тяжело. Достаточно тяжело. Следующий пример еще. Не проехался. Да. Тоже. Раньше это можно было достигнуть с помощью Collapsing Toolbar. Сейчас это можно сделать с помощью MotionLoyal. RecycleView. Какое приложение не работает со списками? Это, наверное, основной инструмент. Это, по сути, улучшаем ListView. Если встречали, если писали, есть такой ViewHolder Color Pattern. В ListView его... Просто рекомендовали как хорошую практику. Тут же это часть самого API, с которым нужно работать. Он очень гибкий. Вы можете создать список буквально с любых элементов. Это намного проще, чем было с ListView. И у него достаточно хорошая документация. И еще из Microsoft достаточно большое количество разных битроэффектов. Которые вам адрес обработали. Логика у нас в сложении элементов теперь лежит на адаптере, не на адаптере, а на лоялт менеджере. То есть, они отделили эту часть, сделали вынесли в отдельные классы. То есть, если вас не устраивает, что у вас список, там, оризонтальный, вертикальный, можете сделать, чтобы он вообще вот красивый был. За банник у нас отвечают адаптеры. С помощью Item Decoration фаска. Опять-таки, я извиняюсь за ответ, но марки оно выглядит немного иначе. С помощью Item Decoration можно было делать достаточно легко всякие свайпы, удаление элементов. Это то, что раньше было тяжело и было. И пойдем дальше. Фрагменты. Фрагменты внутри платформы теперь для библиотеки. Их лучше не использовать, лучше всегда полагаться на фрагменты из статор-библиотеки. И это как базовый компонент, криптусик для навигейшн компонентов, который мы тоже презентовали в прошлом году. И в том числе Google рекомендует использовать архитектуру с одной активикой. То есть, по сути, у вас в одной точке входов каких-то приложений. Это на архитектуру и в ней много фрагментов. И в Google выпустил Android Jetpack. И тут входит очень-очень много вещей. Они разделили их на четыре компонента. Архитектура, UI, поведение и основы. Мы пройдемся лишь по некоторым. По некоторым уже прошлись. По архитектуре, в принципе, достаточно кривиально. Но эффективная рекомендация для меня. У вас есть activity fragment. Вы используете блю модель, которая в себе содержит light data компоненты. И она общается у вас с репозиторием. По сути, это должен быть какой-то интерфейс. То есть, вы не должны знать, с чем вы общаетесь. Модель, которая может храниться в базе данных. Ну, опять-таки, room – это опциональный. Можете работать, как и раньше. И удаленный источник данных. То есть, ваши арки. И также презентовали data binding. Это, на самом деле, презентовали микрофона на друг. Он убрал очень много boilerplate кодов. То есть, когда приходилось писать эти find, view, buy, id. Теперь вы просто, когда декларируете разметку. Обращаете ее в два тега. И все. У вас есть амбаниный пасс. Который содержит все элементы разметки, которые там есть. Можно создавать свои адаптеры. Можно даже прописывать какую-то логику в разметку. Но, опять-таки, это считается совершенно не лучшей практикой, когда прячешься какую-то бизнес-логику в разметку экрана. Мне приходилось с этим сталкиваться. И тоже не надо. Работает slide data. Это мы даже рассмотрим немножко дальше. Смотрите. Можно писать кастомные адаптеры, с помощью которых ваш размер экрана будет реагировать на те или иные изменения вашей модели. Либо создавать какие-то кастомные атрибуты и поведение брюхом. То есть, ну, не знаю. Например, если у вас изменилось какое-то поле класса, то сделать какую-то брюху. Также есть тюба и дата бай. Досторонняя связь к модели. Делается достаточно просто. В байльных полях просто ставится знак равно. Это очень хорошо работает для всяких форм, где нужно заполнять пользовательскую информацию. Например, регистрация. Пользователь запомнил. Нажал send. И байлиных полях просто вам уже дает внимание. По сути, каковы модели. То есть, он заполняет и поля, которые вы прописали в размешке с помощью монетолога. Так, примерно выглядит вот. Layout pack. Оборачиваем. Можем задекларировать переменную. То есть, мы можем вставить свою модель в эту баню. И уже, когда мы ее задекларировали, в бюхах обращаться. Либо присваивать к бюхам для оснащения из этой модели. Какие-то там текстовые, допустим. Либо реагировать за оснащение каких-то слойств объекта. И вот примеры декларации адаптера. То есть, тут мы видим тестовое декларирование visibility. То есть, у бюхи самой разметки такого только нет. Там есть просто указать visibility свойства. А так мы просто указываем какую-то бульон. И она уже сама реагирует к плохому поведению, которое мы можем дать ее прописать. Лассайкл компонент. Вообще, вопрос жизненного цикла activity достаточно болезненный. Есть куча графиков. И этот компонент выпустили для того, чтобы это все дело упростить. Он предоставляет некоторый спектр методов, с помощью которых мы можем прописать время какого поведения и как реагировать. То есть, например, мы хотим, чтобы наша библиотека реагировала, ну, допустим, обрывала connection в случае, если life cycle loader. То есть, а это неважно уже, там, обхилики или фрагменты, что, если он тушился, то чтобы мы тушили машины. Life data. Это некий такой контейнер, который осведомлен о жизненном цикле. Он служит для содержания данных. Для этого нам нужен обзор, который подписывается на life data. И почему это важно? Потому что у нас не будет утешить памятник. То есть, допустим, когда пользователь заходит на какой-то экран, он получает только самые актуальные данные. То есть, если данные, которые были до этого на экране, не изменились, то, собственно говоря, ничего не идет. Окей, я понял, мне осталось, мне пора закругляться. Хорошо. Кода, по сути, все, что вам нужно, это получить в U-модель. В активе или фрагменте, неважно. И сказать, что делать, когда приходит обновление данных. Говорит, что мы хотим отслеживать с помощью этого обзорга. По сути, в обзорвере мы прописываем, какие битты будут выполняться. Когда приходят новые данные. Дальше. Навидящий компонент. Помогает с помощью фрагментов строить граф, именно граф данных. Вернее, граф анимации. Раз, два, три. Граф навигации. Примерно таким образом. То есть, мы можем задекларировать, какой экран мы заходим изначально, и в какие точки приложения мы можем попасть дальше после этого. Ну, тут, я считаю, достаточно все просто. Я его, считаю, на данный момент немного срыв. Но, тем не менее, в одном продажном маленьком проекте я его уже использую. Да, самый главный момент. Он берет на себя все транзакции фрагменты. Потому что раньше это нужно было делать круглосу. А сейчас это все, грубо говоря, акселировано. И вам ничего не нужно делать. Грубо говоря, вы должны просто указать, в какой момент времени, при нажатии на какую кнопку, в какой destination вы хотите переместиться. И за вас все это сделает прям вовремя. А рум, я вот здесь сегодня немного зарекался. Это... Он просто оборачивает работу с базой данных. Все достаточно удобно. Стильно, модно, молодежно, отлично. Потому что не подсказать мне времени совсем мало. Так, главный момент, который я хотел встретить. Ворт менеджер. Ворт менеджер – это инструмент для фоновой работы. Он абстрагирует от себя API, которые используются в той или иной версии андроида. То есть то, что нам доступно. Это Alarm Manager, Drop Scheduler. И с его помощью вы можете скеджулить какую-то работу, которую вы хотите, чтобы выполнилась на фоне. Через, допустим, час-два. Или вы хотите, чтобы она выполнялась периодически. Не важно. Раньше для этого нужно было использовать какую-то либу. Ну, потому что прописывать все вручную достаточно было тяжело. Я пользовался Evernote, Android, Drop. Возможно, некоторые тоже. Но даже они уже говорят, что лучше использовать аборт менеджер. Но есть такая штука, как производители мобильных телефонов. И вот то, что тут говорится, что фоновая работа будет выполнена, это абсолютно не факт. Потому что товарные производители мобильных телефонов, они делают свои какие-то кастомные настройки на Android. И, грубо говоря, даже если вы пользуетесь в Ворт менеджером, Ворт диспатчером, неважно. Они тушат все фоновые процессы, которые запускаются, которые вы хотели бы запустить, в момент, когда просто тушится экран телефона. Так что и никакого воркорраунда нет. AndroidX это, по сути, у нас следующая операция support-библиотеки. Полностью придется со стороны Android Studio. И даже если вы работаете с support-библиотеки, создаете новый проект, там есть опция переконвертировать. Переконвертировать на AndroidX. Всех следующей версии support-библиотек, классов и дальше, они будут не только через AndroidX. Пейджинг. Это абстракция, которая работает с RecycleView. То есть, если вам приходилось создавать какие-то списки, бесконечные списки, по мере того, как пользователю через MacStroll вам нужно было еще идти либо в фазу данных, либо на ваши аппи получить данные, то вот эта штука, она делает эту работу на фоне, она это делает правильно, и с ее помощью это легко абстрагируется. И так, идем дальше. Но опять-таки, подходит к концу. Старая лучшая практика разработки. Это всегда нужно было пользоваться профайлерами, избегать ненужной работы и минимизировать потребление ранки. То есть, что я говорил, это нужно использовать примитивы там, где лучше, там, где можно. Потому что мы работаем на телефоне, и батарея потребляется, когда происходит какая-то работа. Нет работы, нет потребления батареи, ваши пользователи очень часто. И в современном мире, мы должны придерживаться таких же практик, потому что какие-то телефоны становились мощные, хорошие, не знаю, будет лучший процессор, лучший память. Будет все равно работать в автоматическом пространстве в плане памяти, в плане потребления процессора, батареи, и эти практики нужно соблюдать. Всем спасибо. 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 Спасибо.